МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Представил президенту Российской Федерации доклад об основных социально-экономических показателях в регионе. После этого Евгений Куйвышев напомнил Владимиру Путину, что в этом году завершается срок его полномочий на данном посту. Для меня принципиально ваше видение, на каком участке мне предстоит работать дальше, сказал Евгений Куйвышев. Все, что вы сейчас со своей командой делаете, это создаете базу для дальнейшего развития области. Показатели впечатляющие, поэтому я бы хотел, чтобы вы и дальше продолжали работать в текущем ключе, сказал Владимир Путин. После этого президент спросил у губернатора, почему у региона сократились объемы сельхозпроизводства. Глава Свердловской области сообщил, что в прошлом году в некоторых муниципалитетах была засуха, дожди не шли вообще. Однако в этом году регион подготовился к засушливому периоду, и Евгений Куйвышев пообещал, что такой же ситуации в этом году не повторится. При этом он отметил, что регион полностью обеспечивает себя картофелем, яйцом и куриным мясом. Отмечу, что Новоуральский городской округ активно вносит свою долю в объемы сельхозпроизводства по части производства молока. Это основное направление у агрофирмы Уральской. По словам директора предприятия Сергея Михалева, за пять лет, с сентября 2017 года, стадо увеличилось с 1800 коров до 3000, а ежедневный надой, соответственно, с 17 тонн до 30 тонн в сутки. Таких показателей не было даже в советское время. Занимаются специалисты агрофирмы и племенным животноводством. Предприятию присвоен статус племенного хозяйства. Агрофирма Уральская является лучшей в области по производству бычков голштинской породы. В марте на встрече с директором агрофирмы глава Новоуральского округа Вячеслав Тюменцев отметил, что обеспечение продовольствием сегодня является приоритетной задачей для России в целом, поставленной президентом страны. И создание условий для работы сельхозпроизводителей в Свердловской области. Помощь в решении административных вопросов направлена на создание стабильной рабочей обстановки в отрасли.